Столкнулась с тем, что в психиатрии много подростков с диагнозом шизофрении, они слышат голоса. Может ли мастер прокомментировать, откуда эти голоса, и возможно ли помочь таким детям, иначе они не могут адаптироваться и делать неадекватные вещи? Я сталкивался с тем, что в психиатрии много детей с диагнозом шизофрении. Они слышали голоса. Как вы, мастер, объяснили эти голоса? Где они приходят, и как мы помогли эти дети? Окей, можно еще раз повторить эту же вопрос? Да. Мастер-классники, которые слышат голоса, mental проблемы, шизофрении. И вопрос о том, как они помогли эти дети? Потому что они не могут адаптироваться к настоящему миру. И где эти голоса приходят? Эти голоса приходят из памяти. Они собирались, когда эти дети были в утробе. Я повторю. Я повторю. Эти воспоминания. Эти воспоминания, то, что они испытывают, имеют свое начало во времена, когда они были в утробе. Время в утробе — это самое важное время. Это как, вы знаете, вы хотите сделать машину, в утробе, в утробе, в утробе. И проблема в том, что в нашем современном мире мы не создаем правильное пространство для беременных женщин. И стресс и депрессия, которые терпит эта женщина, имеют свой результат в том, что дети получают вот эти проблемы. Вы знаете, что в древние времена вообще вот сейчас многие беременности, они не заготовлены заранее, не подготовлены. В прошлом время каждая беременность имела подготовка и объяснение. Так что в древних учениях говорится, что муж и жена должны сначала спланировать, когда у них будет ребенок. Это не должно быть каким-то случайным событием, как сейчас везде происходит в мире. Женщина случайно беременеет. Так что если союз между мужчиной и женщиной запланирован и ребенок запланирован и создано верное пространство, Создано священное пространство, в котором нет стресса и депрессии, Тогда ребенок не будет рожден с этими вопросами. Так что проблема, которая у него есть сейчас, начинается еще когда он был в утробе. Теперь вопрос, что мы можем сделать сейчас? Мы же не можем вернуть его обратно в утробу и как-то там наладить все? Это может быть создано как йогическое пространство в доме. Научите ребенка медитации. Научите ребенка глубокому дыханию. Потому что это нежеланные воспоминания, которые пришли к этому ребенку. И память может быть удалена и переписана. Вот какая чудесная вещь. Во Вселенной нет ни единой постоянной вечной проблемы. Каждая проблема — это мысль. И каждая мысль — это лишь память. И эти воспоминания, они всажены в наше тело, вживлены. Так же, как вы пишете что-то, вы записали это в свое тело. И то, что было написано, может быть стерто и переписано. И этот процесс называется сделать жизнь божественной. Вот как это. Создайте священное пространство для этого ребенка. И медитация, yoga. Чанты. Пение мантр. Познакомьте с этим ребенка. Порисуйте янтры. Рисуйте янтры. С научно называемая наука янтр. Вся эта наука называется янтр. Порисуйте янтры. Показать с янтры. Показать на янтры. и янтрас и янтрас это может быть янтра есть много таких книг по янтрам янтра янтра геометрия янтра это священное искусство священная геометрия и когда вы выявляете и когда вы рисуете эти священные узоры священную геометрию вовлекаете свои глаза они влияют на вашу память на вашу читту и когда вы рисуете эти священные узоры священную геометрию Так что вы можете взять книги, которые дадут вам базовое понимание, как рисовать янтры. И есть сирий янтры, которые очень мощные янтры, которые можно нарисовать и поместить дома. И я даже видел книги, которые для маленьких детей, чтобы они могли разрисовать эту янтру. Так что такие разные приемы могут быть использованы, чтобы перепрограммировать память в теле. Также вы можете купить какие-то янтры и носить на своей шее. Но будьте, проверьте, что эта янтра, она активирована. И если вы не знаете, активирована она или нет, то вы покупаете эту янтру и за 40 дней вы держите в вашем altar. Так что еще одно, что вы должны сделать, чтобы построить алтарь в вашем доме. То купите эту янтру и 40 дней вы должны поместить ее на свой алтарь. Другая вещь, которую надо сделать, создать алтарь у себя дома. The ultimate way to make a sacred space for the child is to create an altar in the house. Да, другой метод создать священное пространство для ребенка — это создать алтарь дома. Каждый день вы приходите и кланитесь. И когда вы божите, автоматически, карма, записанная на лбу, переписывается. Так что поместите эту янтру на 40 дней на алтарь, и потом пойте мантру, которая активизирует эту янтру. Так что говоря кратко, проблема здесь, потому что у матери было неправильное окружение, когда ребенок был в утробе. А сейчас вы создаете правильное окружение прямо для него у себя дома. Я бы также хотел добавить, что когда ребенок внутри мамы, это немного проще, а внешние условия, внешние окружения потребуют какое-то время. Но абсолютно точно сознание этого человека изменится. Окей, next. М-м-м.